Привет, друзья! Меня зовут Екатерина Карманова, вы смотрите программу Вести с грядки. Настало время объявить об открытии нового дачного сезона 2022. И как вы уже догадались, начинается он вовсе не с перекапывания огорода. Это грозное слово рассада, без паники. В этом выпуске и ближайших других последовательно и основательно разберемся во всех нюансах посадки семян на рассаду. И, конечно, нам не обойтись без помощи экспертов садового центра «Мега-Грядка». Поселок Путевка, всего 5 минут на транспорте от центра Брянска. Ориентир – памятник летчикам. Через разворотное кольцо выезжаем на улицу Брянского фронта. Три остановки и вы у нас. Даже самая плодородная земля за свои дары требует плат в виде кропотливого труда. Но каково разочарование, когда время и силы потрачены, а урожай – одни слезы. Часто корень проблемы – непригодный посадочный материал. Как правильно выбирать семена, как не купить некачественных или лишних, что смотреть на упаковке – узнаем прямо сейчас. Посадочный материал Посадочный материал лучше всего покупать в специализированных магазинах. Здесь есть из чего выбрать. Соблюдаются условия хранения, а к поставщикам – ого-го, какие требования. Консультанты все объяснят и подскажут. Но перед походом за семенами все же составьте подробный список того, что нужно. Учитывайте климатические условия, особенности почвы и места расположения. Куда в дальнейшем отправится рассада – в теплицу или в открытый грунт, на солнечный участок или теневой. А еще не забудьте про назначение будущего урожая. Определитесь, для чего он нужен. Например, томаты возьмем для наглядности семена от компании Сидек. Отдельная серия – сахарный, оранжевый, красный, бурый. Идеальный для летнего салата – сочного, витаминного, ароматного. Другая серия – царские, специально для заготовок. В банках кожица плодов практически не растрескивается, а мякоть остается насыщенно красной и плотной. Также обращаю ваше внимание на серию семян овощных культур от агрохолдинга «Поиск». Называется она «Домашняя заготовка». Сюда вошли сорта и гибриды, идеальные для консервирования и маринования. Что важно, при переработке плоды сохраняют свои вкусовые качества. Переходим непосредственно к выбору семян. В первую очередь обратите внимание на качество упаковки товара. Бумага должна быть плотной и целой, а изображения и надписи – четкими. Светлана, нам нужна шпаргалка. Что читать на упаковке? Для примера возьмем семена агрохолдинга «Поиск». Этой селекционно-семеноводческой компании более 30 лет и у нее отличная репутация. Итак, в обязательном порядке на упаковке должны быть наименование, логотип и контакты производителя. Далее изучаем название сорта или гибрида, описание представителя культуры, а также основные агротехнические требования по посадке и уходу. Здесь читаем внимательно, не игнорируя рекомендации производителя. Поверьте, они знают, о чем пишут. Далее количество семян указывается в граммах или штуках. Номер партии продукта, аббревиатура соответствия государственным стандартам. И, наконец, дата фасовки и срок годности. Важно не путать. Вот упаковки от компании Сидек. У них тоже все четко. Есть и срок годности, и дата фасовки. Семена могут быть упакованы вчера, но это не гарантия их схожести. Куда важнее дата сборки. Чем моложе семена, например, прошлогодние, тем их схожесть лучше. Однако это правило относится не ко всему посадочному материалу. Исключение составляют тыквенные культуры – огурцы, патиссоны, кабачки. После двух-трех лет отдыха схожесть этих семян, наоборот, повышается. Следующий пункт – выбор грунта. Для рассады он и дом, и стол. Почву можно приготовить самостоятельно, подобрав и смешав компоненты в необходимых пропорциях. А можно купить готовую смесь. Требования к составу более чем серьезные. Почва-смесь должна быть плодородной, сбалансированной по питательным элементам. Следующее качество – легкость, чтобы тоненькие корни рассады легко могли проделать себе путь. Далее – рыхлость. Без доступа воздуха корневая система задохнется, что приведет к гибели растения. Влагоемкость. Земля должна хорошо удерживать влагу. Также важно, чтобы изобилие воды отводилось от прикорневой зоны. В pH большинству растений необходима почва с нейтральной кислотностью. И, наконец, чистота. В земле не место семенам сорняков, спорам грибков и личинкам насекомых. Но в то же время грунт не должен быть мертвым. Полезная микрофлора чрезвычайно важна. Всем этим характеристикам соответствует, например, биогрунт «Богатырь» от производителя «Ламаторф». В его составе бактофит – это природный фунгицид, который защищает рассаду от черной ножки и других патогенных микроорганизмов. Также производитель добавил комплексное минеральное удобрение в хелатной форме. А это значит, что растение его без труда усвоит. Что важно, оно не содержит хлор. Этот элемент рассада самостоятельно добывает при поливе из почвы и воздуха. А избыток хлора угнетает рост. И, наконец, смачивающий агент. Он ускоряет проникновение воды, восстанавливает влажность и структуру грунта, предотвращает пересыхание и отставание от стенок горшков. Почва смесь обеззаражена и полностью готова к использованию. Не требует пропаривания или прокаливания, а также дополнительного внесения разрыхлителей, удобрений, мелиорантов и биопрепаратов. Просто откройте мешок, насыпьте грунт, полейте и начинайте сеять. Следующий момент – тара для рассады. Здесь как кому удобно, кто как привык. У нас в наличии вместительные ящики, горшки и кассеты из пластика и торфяные, стаканчики с поддонами и съемным донышком, что очень удобно при высадке растения в открытый грунт, специальные полиэтиленовые пакеты с отверстиями для отвода воды и, конечно же, популярные торфяные таблетки. У каждого вида емкости есть свои достоинства и недостатки. Выбор наиболее подходящей тары зависит от того, какие растения вы в ней будете выращивать, сколько места отведете под рассаду и, собственно, способа выращивания – с пикировкой или без нее. Многие огородники начинают сажать рассаду еще в разгар зимы – время, когда световой день очень короткий. Поэтому проклевывающимся росткам необходимо обеспечить дополнительное освещение. Особенно это важно, если окна, на которых стоит рассада, выходят на северную сторону, либо они расположены на нижнем этаже дома. Как различные спектры влияют на рассаду, где разместить фитолампу и сколько их должно быть – тема огромная. По ней на нашем YouTube-канале «Весть из грядки» есть отдельный ролик и много другого интересного и полезного для цветоводов, садоводов, дачников и тех, кто только мечтает о своем клочке земли. Подписывайтесь на него и давайте вместе планировать сажать, ухаживать и пожинать плоды. До встречи! Па-па-ра-па-па-па!